приветствую коллеги пара минут полезной информации от оем зап сегодня наше видео посвящено тому как и чем можно самостоятельно повысить эксплуатационные характеристики наших автомобилей я думаю каждый автовладелец замечал что акустический фон в салоне разных автомобилей разный и чем более премиальный авто тем более качественным шумовиброизоляция акустический фон в салоне автомобиля это один из ключевых факторов определяющих комфортабельность автомобиля зачастую уровень шума намного выше желаемого устранить этот недостаток позволяет грамотная шума виброизоляции при наличии свободного времени и желания ее можно самостоятельно выполнить своими руками на youtube есть много роликов где некие люди профессионально устанавливают виброизоляцию автомобиль по их рекомендациям существует алгоритм этого процесса большинство утверждают что для качественной обклейки авто необходимо обрабатывать стопроцентных поверхностей автомобиля в несколько слоев вибро шума и так далее там много материалов самое главное что нужно знать о этих роликах что снимают их в основном производители этих материалов или продавцы естественно основная задача у них как можно больше продать своего товара который к слову не такой уж и дешевый в этом видео я хочу акцентировать внимание на виброизоляции для начала немного физики процесса большинство автомобилей представляют собой некую квадратную жестянку с большим количеством плоских металлических поверхностей большие плоскости отлично передают внешнее воздействие внутри автомобиля они как мембраны а мембраны как известно тоже являются генератором звуковых волн то есть они преобразовывают физическое внешнее воздействие звуковой фон внутри автомобиля к примеру мы заехали в лужу и капли воды из колес начали биться металлические колесные арки создавая вибрацию металла арки в свою очередь преобразовывает это физическое воздействие звук ну точнее в шум по большому счету все эти мелкие вибрации и должна гасить виброизоляция. Так что же нам потребуется для самостоятельного, качественного, а самое главное бюджетного улучшения шума вибрафона в авто? Первое и самое главное это материал. Я рекомендую профессиональный материал от компании Nitto Vibroizol из серии Lego Lex. Этот материал устанавливается на автомобиле на конвейере. Как заявляет производитель, у него отличные характеристики. Высокая способность гашения вибраций, сверхлегкость, критичная, не влияет на общую массу транспортного средства. Отличный аддезия к вибрирующим частям благодаря специальному каучуковому компаунду, легкость нанесения даже на искривленную поверхность, возможность обклейки до или после процесса нанесения покрытий. Самое главное преимущество это цена. Вот за такую вот полосочку вы платите 45 рублей. Клеить эту вибру мы сейчас будем на мой автомобиль. Теперь поговорим немного о том, как и где клеить виброизоляцию для получения максимального эффекта. С одной стороны кашу маслом не испортит. С другой стороны виброизоляция достаточно дорогостоящий материал. Поэтому увеличение. Количество ведет к значительному увеличению стоимости обработки. Плюс к этому не стоит забывать об увеличении массы, что ведет к снижению динамики и росту расхода топлива. Как же найти золотую середину? Какую площадь обработки панелей гимпирующим материалом можно считать достаточной? По результату многочисленных опытов можно утверждать, что материалом, имеющим коэффициент механических потерь близких к единице, то есть к 100 процентам гимфирования, для практически полного подавления вибраций достаточно закрыть около 25 процентов площади панели. Это общий ориентир. Конечно для собственного самовыдовлетворения вы можете покрыть 100 процентов площади. Но при этом эффект будет такой же, как при покрытии 40 процентов или менее. Исключение составляет места с максимальной вибронагруженностью. Это центральный тоннель, моторный щит, арки. Такие места рекомендуется обрабатывать близких к 100 процентов площади. Еще один частный встречающийся вопрос. Как клеить виброизолят при частичной обработке поверхности? То есть какими кусками укладывать и как располагать? Исходя из принципа работы вибропоглощающих материалов, а также практического опыта, можно сказать, что максимальный эффект достигается при укладке материала небольшими кусками в шахматном порядке. При этом размер куска должен быть таким, чтобы общая площадь использованного материала составляла требуемый процент покрытия. Приведем пример. Требуется обработать один квадратный метр площади с покрытием материала 30 процентов. Ориентировочно потребуется 5 кусков материала размером 25 на 25 сантиметров, чтобы заклеить один квадратный метр. Конечно расчет приблизительный и такая точность не требуется. И напоследок несколько моментов, которые хотелось бы осветить. Увеличение слоев виброизоляции не приводит к увеличению коэффициента механических потерь, либо совсем незначительной степени. Поклейка виброизоляции стык-встык также не имеет практического смысла, кроме конечно эстетического. Зато значительно увеличивает расход времени и материала. Некоторые правда оправдывают это тем, что герметизируется обрабатываемая поверхность, но правильнее наверное устранить возможный источник влаги, то есть причину, а не пытаться уменьшить последствия. Наши клиенты часто нас просят оказать сопутствующие услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, будь то установка автосигнализации или шумо-виброизоляции. Если вы обслуживаете свой автомобиль у нас, можете смело обращаться. У нас есть специально обученный человек, он быстро и качественно сделает данную процедуру. Также если вас заинтересовал данный материал от компании НИТ, я в описании прикреплю ссылочку на него. На этом у меня всё, пишите комментарии, до новых встреч, пока!